Дальше я приглашаю Богатыреву, Нину Николаевну, которая любезно, гордо подняла почти упавшее знамя Алексея Николаевича. И Нина Николаевна расскажет нам современную концепцию работы с опухолями головного мозга, что, как мы с вами хорошо понимаем, в настоящий момент довольно сложная, трудоемкая задача, особенно в концепции почти постоянно изменяющейся классификации, введения новых критериев, новых аналогических форм. Использование каких-то методов, которые не всегда бывают доступны в любой лаборатории в рутинном режиме. Поэтому эта тема, безусловно, в настоящий момент одна из наиболее же утрепещущих и сложных. Пожалуйста, Нина Николаевна. Добрый день еще раз, дорогие коллеги. Я сегодня постараюсь максимально лаконично и понятно рассказать о рутинных вопросах диагностики опухоли ЦНС у детей. Как далее сделать? И начну с... Коллеги, технически, у нас нет трансляции на монитор. Спасибо. 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 Технически, коллеги, я прошу возобновить изображение. Может быть, я что-то могу... В общем, начну я с основной концепции актуальной классификации ВОЗ. Такие термины, как нозология и вариант опухоли, поменялись на тип и по типу, соответственно. В ведущей остается роль за гистогенезом опухоли, плюс в название конкретных типов добавились такие черты, как генетические альтерации, возрастные характеристики, локализационные особенности. Также изменился грейдинг. Ранее он был общим для всех опухоли ЦНС, сейчас он стал внутренним, то есть внутри одного типа. Например, как ранее была эпендемома Грейд-2, анопластическая эпендемома считалась Грейд-3, сейчас это всё называется эпендемома Грейд-2, либо Грейд-3. Также добавились новые типы, более 20 штук. При всём увеличении значения молекулярно-генетических исследований, они всё же не стали основой для классификации. Исходя из этого, основные рутинные методы остаётся гистологический метод, иммуногистохимический метод. Ну и также в зависимости от оснащения лаборатории, желательно использование молекулярно-биологических методов и метода эпигенетики, такого как вентилирование. Я расскажу наиболее часто встречаемых типов опухоли ЦНС в педиатрической практике. В целом, я свою презентацию старалась сделать по такому принципу, чтобы в рамках одного слайда мы с вами обсудили как схожесть, так и принципиальные различия в пределах одного типа опухолей. Начну с диффузных глиом лоугрейдных. Всех их объединяют так называемые лоугрейдные черты, которые включают низкую клеточность, низкую методическую активность, отсутствие некрозов, пролиферации сосудов. Также, извините, начну с диффузной астроцитамы. У МИПМИ был один мутантный. Глиома низкой степени злокачественности с низкой клеточностью встречаются, точнее преобладающие компоненты с глиальной морфологией. Также могут встречаться более крупные элементы с округлыми ядром и светлым ботком цитоплазмы. Далее ангиоцентрическая глиома по морфологии элементов крайне схожа с той особенностью, что имеет тенденцию к переваскулярной группировке элементов. Далее полиморфно-низкодифференцированная нейропиталиальная опухоль молодых. Тут уже клеточность может быть переменной и несколько выше. В принципе, так же, как и в диффузной глиоме низкой степени злокачественности с изменением пути MAP-K. Следует отметить, что при некой схожести и приплетении морфологических черт, и также, учитывая, что в одном образце биопсийного материала мы можем не увидеть каких-то характерных признаков, например, для той же диффузной глиомы низкой степени злокачественности с изменением пути MAP-K, допустим, да, у всех у них, им точнее присущи свои особенные генетические альтерации, что отражено в названии некоторых из них. Диффузные глиомы педиатрического типа Hydrate. Тут уже, конечно, морфология менее благоприятная, наверное, так и замерзется. Ну ладно. В общем, все они имеют уже гораздо большую клеточность. У них могут встречаться некрозы в некоторых типах, сосудистая пролиферация, методическая активность уже повышена. Однако, опять-таки, нужно обратить внимание на то, что все они имеют разные альтерации, что также отражено в их названиях, кроме полушарной глиомы инфантильного типа, которые характерны изменения тирозинки нас. Далее, отграниченные астроцитарные глиомы. Тут уже, конечно, морфологическая картина более гетерогенная, но при этом есть пересекающиеся признаки, как у пилоцитарной астроцитомы, так и у хай-грейта астроцитомы с пилоидными признаками, что понятно по названию. Все моим присущи пилоидные черты. Далее, полиоморфная ксанта астроцитома и супердеморная гигантоклеточная астроцитома, они тоже могут иметь пересекающиеся морфологические признаки, такие, как, например, наличие крупных клеток с включениями, вакуализацией некоторые. Но тут нужно помнить, что сега – это достаточно эксклюзивный вариант. Также она практически всегда ассоциирована с наличием туберозного склероза. Пилеоморфная ксанта астроцитома, например, имеет мутацию BRAV-V600E. Панель для диагностики астроцитом. Тут представлены как для взрослых, так и педиатрических глиом. Конечно, это глиальные маркеры, GFP-100. Нейрофиламент нам нужен для визуализации диффузного типа роста. ОЛИК-2 не будет экспрессироваться в детской глиоме МИП, МИБЛ-1. Далее H3, K27, ME и H3, K27 в диффузной средине глиоме экспрессия будет наблюдаться. Далее уже для взрослого типа диффузных глиом HDH1 и ATRX. Также сверхэкспрессия P53 коррелирует с HDH-мутантным вариантом и H3-мутантным типом глиома. Далее эпидемома. Эпидемома. Они достаточно тоже схожи, могут быть по морфологической картине. Не всегда в одном образце мы можем увидеть какие-то отличительные признаки одного варианта от другого. Однако все эти четыре варианта необходимо отличать главным образом по причине их прогноза. Также в названии отражены их локализационные особенности. Например, как супротентриальная эпидемома со слиянием ZFTA или эпидемома заднечерепной ямки группы A имеют наиболее благоприятный прогноз в сравнении с супротентриальной эпидемомой со слиянием ЯП-1 или эпидемома заднечерепной ямки группы B. Тут, в принципе, нам может хорошо помочь иммуногиста химия, так как, например, для эпидемома со слиянием ЯП-1 характерно отсутствие экспрессии или 1К. Эпидемомы заднечерепной ямки группы A и B будут отличаться отсутствием или наличием экспрессии H3K27 и Я. Панель диагностики глиальные маркюры, нейрофиламент также для визуализации типа роста, OLEG-2 отличие астроцитом от OLEG-дендроглион, относительно H3K27ME и R1K я уже сказала ранее. Глионерональные и нейрональные опухоли. Самая частая из этой группы по встречаемости – это ганглиоглиома. Да, надо сказать, что тут уже, конечно, по морфологии их напутать гораздо сложнее, но, опять-таки, есть некие схожие их черты, так как, например, десамбровая классическая нейроэпитолиальная опухоль, в ней могут, точнее, в ней есть компонент, который также может где-то перекликаться с ганглиоглиомой. Диффузная лептоменингиальная опухоль, хоть она имеет и характерный тип роста в пределах лептоменингса, она также является диффузной, поэтому, если это ограниченный образец, уже не один раз повторюсь, то это может вызывать определенные трудности. Розетка, формирующая глионерональная опухоль, у нее есть два компонента – глиальный и нейрональный, которые образуют розеткоподобную структуру. Также эти опухоли имеют присущие им определенные генетические аберрации – ганглиоглиомы BRAV-V600E, так как для диффузной лептоменингиальной характерно BRAV-KEA Fusion или D1P или QD1P19Q. И альтерация в гене FGFR1 присущая дисэмберопластической нейроэпитолиальной и розетка, формирующей глионерональную опухоль. Далее эмбриональные опухоли. Здесь представлены гистологические типы медовобластомы. Медовобластома имеет 4 молекулярных типа и 4 гистологических типа. Гистологические проявления коррелируют с молекулярными типами. Классический гистологический тип, извините за тахтологию, всегда представлен классической мелко-круглой сединеклеточной морфологией с высокой клеточностью, повышенной методической и пабтотической активностью. И от фокуса к фокусу мы можем визуализировать тенденцию к переваскулярной группировке элементов. Для классического гистологического типа характерна группа VNT активированная, но также может встречаться мутантная по VNT и SHH. Медовобластома, анопластический и крупноклеточный гистологический тип представлены уже более крупными элементами с ядерной АТП, полиморфизмом. Методическая активность будет еще более выражена, чем при классическом типе. Медовобластома, десмопластический, нодулярный и гистологический тип характеризуется группировкой элементов в нодули с разрастанием ретикулиновых волокон, которые отчетливо визуализируются при импрегнации серебром. Обычно это SHH активированная группа, и также она ассоциируется с наиболее благоприятным прогнозом. И классический гистологический тип, это с VNT активированная, это самый благоприятный прогноз. Далее гистологический тип с выраженной нодулярностью характеризуется большим разрастанием фибриллярного матрикса. Нодули уже не такие выраженные и аккуратные, как в десмопластическом или нодулярном варианте. И также ей присуща SHH активированная группа. Панель для диагностики. Конечно, нейрональные маркеры, такие как синаптофизин и НСЕ, хромгранин, мапниен. Группа VNT будет демонстрировать ядерно-цитоплазматический локус экспрессии бета-катенин. Также P53 будет отмечаться наиболее выраженная экспрессия в крупноклеточной, пластической или квастическом варианте. Экспрессия GAP1 отсутствует при мутантном VNT или SH-типе. При SH-активированном типе всегда мы отслеживаем экспрессию GAP1. И при VNT и SH-мутантных типах экспрессия от RX2. Другие эмбриональные опухоли достаточно гетерогенные по морфологической корсении группы опухолей. Однако всем им присущи свои особенные, исключительные, так даже сказать можно, генетические аберрации. Это как при АТРО, это СМАР-7А1. Далее у ИТМР это будет альтерация С19МЦ. Ну и другие альтерации отражены в названиях опухолей, такие как активация FOX-RX2 и B-Core, соответственно. По морфологии АТРО это, наверное, самая узнаваемая опухоль и наиболее простая в диагностике. Морфология рабдоидных элементов в сочетании с утратой экспрессии не один. Также при корреляции с достаточно даже не молодым, а очень маленьким возрастом пациентов медиана около года. Далее эмбриональная опухоль СНС с многослойными розетками. Опять-таки ее особенности отражены в названии. Опухоль имеет тенденцию к образованию розеток, розетокоподобных структур. Нейробластома ЦНС с активацией FOX-RX2 в целом может иметь как и классическую морфологическую картину, присущую нейробластоме, так и напоминать эпидемомы. Но, однако, в отличие от эпидемом, будет отсутствовать экспрессия GFP. Ну и опухоль СНС с внутренней тандемной дупликацией B-Core. Для нее характерна морфология мономорфных круглоклеточных элементов. Могут встречаться некрозы, в том числе палисадные и в целом такой high-grade вид. Панель для диагностики включает нейрональные маркеры и, в принципе, те, которые я уже перечислила, и N1, N2, B-Core. Подытожить можно тем, что опухоли ЦНС и солидных – это наиболее частые у детей. Основные группы – это глиомы, глионерональные, эмбриональные опухоли. И основным подходом для диагностики, конечно, остается гистология и иммуногистохимия. Многие маркеры иммуногистохимические являются все же суррогатными помощниками для определения генетической основы опухоли. И все больше приобретают значения молекулярные методы исследования для определения предиктивных факторов, прогностических и классификационных, соответственно. На этом все. Спасибо. Нина Николаевна, а Вы не могли бы, пожалуйста, резюмируя, ну вот, например, лично мне, пояснить включение новых нозологических форм, их разделение на основе имеющихся или не имеющихся генетических особенностей и так далее и тому подобное. Во-первых, какой имеет практический смысл? И второе, все-таки в ежедневной работе мы имеем возможность каким-то образом проводить дифференциальный диагноз внутри хотя бы группы опухолей, хотя бы там внутри отграниченных страцитарных глион, или, как Вы говорите, других эмбриональных опухолей. Давайте я вернусь тогда немножко и расскажу на примере, ну, еще раз расскажу на примере эпидемом. Ну, вот группа А от группы Б гистологически будет отличаться? Да, присуще как бы некоторые особенности. Без учета гистона, я имею в виду, гистологически. Без, но вот то, что я уже тоже повторяла, что иногда, когда отграниченный какой-то у нас участок опухоли попадает, то есть мы можем их не увидеть. Ну, группа А – это повышенная клеточность, большая тенденция к образованию розеток. Ну, то есть, как бы, да, конечно, есть некие косвенные признаки, но лучше все-таки обходиться не без иммуногистой химии. Это само собой. Должен ли быть выполнен полный комплекс исследований, который формализован в классификации для того, чтобы мы смогли указать конкретную мозологическую форму в своем заключении? Или все-таки можно использовать какие-то более или менее относительные причины и критерии? Ну, все-таки приходится их использовать, особенно учитывая ограниченность лабораторий. Ну, конечно, то есть, когда в лаборатории нет возможности провести тоже ИГХ-исследование с H3-Q27E, ну, просто это вынужденная мера. Ваша рекомендация, что делать? Что делаем? Отправляем в централизованные центры для дальнейшего уточнения, потому что это имеет важное прогностическое значение. Группа А или группа Б. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Вопросов нет, но вопросов нет, скорее всего, не потому, что нет вопросов, а потому, что это нужно послушать раз 5-6, желательно в неделю, и после 8-го месяца мы с вами немножко начнем хотя бы приблизительно ориентироваться во всем этом великолепии, которое нам приготовила Семерная организация здравоохранения. Спасибо ни за кого.